Просто выберите клуб, который хотите возглавить в России. Вы сегодня победили сборную. Выбирайте любой клуб. Я договорюсь, чтобы вас назначили. Спасибо. Ну какой, скажите. Спасибо. Привет. Милош Ржига так и не выбрал себе клуб, так что все тренеры КХЛ могут спать спокойно. Мы стали третьими на первом этапе Евротора. Ну что тут сказать, мы в тройке, а сейчас все научились играть в хоккей и слабых соперников не бывает. Ну вообще странно. Наша команда уступила в заключительном матче турнира команде Чехии со счетом 0-3. Все ждали нервов и энергии, но дождались только с одной стороны. Наша команда сыграла безобразно, удалялись без причины и не могли реализовать 5 на 3. Но я до Евротора призывал не обращать внимания на счет и сейчас настаиваю на том, чтобы мы не придавали значения цифрам. Понимаю Кудашова, который выглядел растерянным. Но все-таки мы приехали в Хельсинки проверить ребят, посмотреть на что они способны на таком уровне. Да, выяснилось, что Артем Блажевский и Иван Мищенко не справились. Но это урок для них, посмотрите к чему стоит стремиться. Но у нас появился Кирилл Семенов. Он мне напоминает манерой Илью Михеева. Не в смысле позиции, а в смысле умения выполнять черновую работу, причем без всяких сомнений. Семенов может быть центром, может сыграть с краю, а если бы его поставили в защиту, то и там бы он старался на все 100%. Выяснилось, что стремительно прогрессирует Дамир Жафяров, и его умений не хватило в игре против Чехии. А это третье место заставит игроков задуматься, что если они хотят чего-то добиться, то надо очень много работать. И очень жаль, что наши клубы не участвуют в Лиге Чемпионов. Нам очень не хватает опыта вот таких матчей, а Евродор не в силах это компенсировать, так как слишком короткий турнир. Ну в первую очередь мы отсматривали всех кандидатов, здесь всегда есть и положительные, и отрицательные моменты. В первую очередь эти игроки уже набираются опыта, поняли, что это по международным играм, как надо выходить на каждую игру, как-то сражаться, играть, на какие моменты вы больше всего обращаете внимание. Как я сказал, кто-то нам понравился, естественно, кто-то его подал, поэтому в первую очередь мы посмотрели кандидатов. Единственное, что я не понял, почему мы неправильно поступаем с некоторыми хоккеистами, с разными. На этот раз Ярослав Дубленко приехал в Кельсинки и не провел ни одного матча. Ну а зачем тебя привезли на кариал Капру, скажи? Ну я должен постраховать, вдруг у кого нет травмы, почему нет. Что это разве так? Это вызов сборной, это определенная ответственность. Если тебя вызывают, значит, надо ехать по-любому. Что тут говорить? Надо было сыграть, сыграл бы. Все. Ну вот, видишь, здесь не надо было, чтобы ты играл. Это обидно. Мне, я не обижаюсь. Если бы сказали сыграть, выполнить какую-то задачу определенную, я бы это сделал. Но мне это не сказали. Мне сказали потренироваться, работать, все. Я все сделал. Со своей стороны все решил. Ну, на подстраховку, наверное, посмотреть, где их ребята хотели. Наверное, есть какие-то свои какие-то причины. Это не мои вообще какие-то причины. Мне кажется решение грамотным привести защитника на короткий этап Евро-Туры и не дать сыграть. Я тебе говорю, это не мои дела вообще. У них я не участвую. Мое дело это приехать сюда, работать и все. Такие истории подрывают доверие хоккеистов к институту сборных. Ведь история с Дебленко не первая и, видимо, не последняя. В матче против команды Чехии нам очень не хватало Дамира Жафярова. Он пропускал встречу из-за травмы. Что случилось с тобой? Ну, это серьезно? Вам мешает ли это тебе сыграть в ближайших матчах? Пока не знаю. Надеюсь, нет. А когда ты получил повреждение, это в игре или утром? В чемпионате КХЛ. А, это просто рецидив, да? Да. Ты доволен своей игрой на сборной? Мне очень понравилось, как ты выступал. Не знаю. Мы две игры проиграли. Это самое главное. Ну, а откуда у вас? Как ты можешь отвечать за команду, а у вас одна тренировка была? Тут же смотрят на всех на таком уровне. Мне вот понравилось. Ну, это для того, чтобы ты мне отвечал на вопрос, а не убежал. Больстить тебя. Я так и понял, да. Спасибо. Но без разницы, сколько тренировок на самом деле. Хотели выиграть игры. К сожалению, не получилось. Ты своей игрой доволен? По большому счету. Я не могу быть своей игрой доволен, потому что мои две игры проиграли из трех. Да елки-палки. Я старался. А зачем ты правильные ответы говоришь? А, ну старался, смотри. Мне очень понравилось, как ты с этим, со шведами с игрой. Я старался. На этом все. Этой ночью Никита Гусев провел на льду всего 9 минут, а у Ильи Михеева минус 2. Ну, что тут рассказывать. Завтра возобновляется чемпионат КХЛ и будет весело. До свидания. Вкусно ведь кармелево. Ты бы хоть поел здесь, да? Да. Кармелево вкусно, правда. Расскажешь тебе с торпедой, да, что как кормят? Да. Ну, нет, зачем?